Учение Карла Маркса о прибавочной стоимости, оно в принципе неверно. Три источника, три составные части марксизма. Два из них тухлые. Первая, неправильная постановка основного вопроса философии, что первично материя или сознание. И вторая, это так называемая теория прибавочной стоимости Карла Маркса. Кстати, Сталин подписал смертный приговор марксизму, и Сталин никогда марксистом не был. Он в 1952 году, когда вышла его работа «Экономические проблемы социализма в СССР», там я практически цитирую, сказано вот что. Наша экономическая наука, пишет О.С. Сталин, надо пересмотреть некоторые положения политэкономии как несоответствующие действительности. И дальше Сталин пишет, это в первую очередь касается таких категорий, как необходимое рабочее время и прибавочное время, необходимый продукт и прибавочный продукт. Но если отбросить эти категории, убрать их из теории, то от прибавочной стоимости ничего не остается. А и действительно, вот представьте, вы пришли на склад, где лежат булки. Как провести черту между необходимыми булками и прибавочными? Где мера-то? Есть мера или нет? Что необходимо и что прибавочное? По булкам? Нету. А раз нет меры, получается безмерие. А тот же Ленин говорил, социализм это контроль и учет. Но если нет единицы контроля и учета, получается беспредел. И вот этот беспредел он привел к краху. Продолжение следует...